Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Столпы Земли по роману Кен Фоллита. Давайте-ка узнаем, что у нас здесь происходит, как вы помните в прошлой серии к нам в монастыре пришла армия. Что здесь происходит? Возвращайся к своим братьям, монах, мы скоро допросим тебя. Да вот уж дудки, мне нужно сейчас узнать, что здесь происходит. А не когда вы меня будете допрашивать? Давайте-ка у монахов спросим. Они сказали, что ищут кого-то, допрашивали некоторых братьев. Ага, интересно, а что они тут действительно ищут? Дверь в кулуатор, давайте туда попробуем пройти, удастся нам или нет. Ага, получилось. Опа-на. Смотрите, как вас зовут. Всем нам было бы проще, если бы вы просто пошли с нами. А что за ребенок? Это ваш? Хамли. А? Бичара. Фрэнсис? Волей или неволей, но вы пойдете с нами. Мы искали вас. Что ты здесь делаешь? И что это за... Кто это? Я нашел его в лесу. Эй! 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 Мы кормили его козьим молоком в обитель святого Иоанна. Джонни восемь пенсов кормил. Говорит, что скучает по тебе. Он всегда был таким сентиментальным. Эй! Филипп, не называй этим людям моего имени. Мой господин Роберт Глостер считает, что я в Винчестере. Я отдал письмо епископу. Он обещал помочь. Да жальца над нами, Господь. Зря я отправил тебя. Я... В чем дело? Это люди епископа. Он здесь. В Кингсбридже. Епископ здесь? Эй, вы двое! Слушайте, когда к вам обращаются. Кто вы такие? Что это за ребенок? Он ваш? Вы что, возюкались друг с другом и у вас родился малыш? Боже, ну и рожа у вас. Ну-ка, дайте мне его. Назовите имя. Или оба имени. Так, защитим. Скажите нам хоть что-нибудь. Это дитя под моей защитой. Ах, вот оно что. Молодец, монах. Как тебе зовут? И не прикидывайся, что не можешь говорить, потому что я уже по горло сыт твоей болтовней. Филипп? Филипп из Гуинеда. Хм. Так это мы его ищем? Не второго? Монахи, все на одно лицо. Мы искали тебя. Тебя хочет видеть епископ Уолеран. Мы нашли его. Он здесь. Скажите епископу. Они нашли монаха. К епископу. Скажите епископу. Продолжай, монах. Мы все проследим за тобой. Тебе ничего не грозит. Чего ты ждешь? Не заставляй епископа ждать. Вперед, монах. Это он, тот самый монах. Так, мы здесь из-за него. Скажите епископу. Я думал, он хотя бы ростом побольше меня. Что здесь происходит, Филипп? Я не знаю. Филипп из Гуинеда. Епископ знает, что он здесь. Мы ему сказали. Он ждет тебя, монах. Так, ребята, что-то тут затеивается. Недоброе, я скажу вам. Епископ. Филипп. Вот и ты. Его Пресвященство Епископ Уолеран Бегот. Мы с Филиппом уже знакомы. Вы искали меня в ваше Пресвященство? Искал. Ремигий Филипп выглядит страдающим, правда? Да, правда. Поделись со мной. О чем ты думаешь? Вот тебе незадача. Давайте вот это. Эти люди, что искали меня, кто они такие? И зачем они здесь? А, они. Ну, конечно. Я уже привык к постоянному присутствию рыцарей и знати. Положение епископа обязывает. Причина, по которой все эти люди сейчас здесь, твое письмо, Филипп. Как я и предполагал, оно убедило моих союзников пойти против графа Ширинга. Эти мои союзники настояли, чтобы их рыцари, а также их сын, сопровождали меня. И очень скоро они пойдут войной против графа. Я понимаю, ваше Пресвященство. Филипп, мне кажется, что поднимается буря. Прямо здесь. В Кингсбридже. И в сердце этой бури один единственный человек. Ты. Все вращается вокруг. Вокруг тебя. Согласен, Ремигий? Да. Но одну важную вещь ты от меня утаил. Какую ваше Пресвященство? Не упоминал о том, что ты, Филипп, один из кандидатов на место приора Кингсбриджа. Но... Братья ведь должны выбрать приора сегодня, правда? Выбор состоится через несколько часов, ваше Пресвященство. Нам нужен сильный приор. Джеймс был мне другом, но сильным приором нет. Мы же полностью согласны в этом, да, Ремигий? Разумеется, ваше Пресвященство. Епископ. И я, мы считаем, что это должно быть у тебя. Четкий приора Джеймса. Изучить. Четкий приора Джеймса. Были найдены помощником приора Ремигием у реки, рядом с тем местом, где, по слухам, прежний приор Кингсбриджа, провалился под лед. Могила Джеймса в соборе остается пустой и по сей день. Скорее всего, ледяной поток унес его тело. Монахи считают, что Джеймса что-то заставило выйти на лед в эти первые часы рождественской ночи. Некоторые уверены, что сам дьявол преследовал его. Но кто знает, как было на самом деле. Ведь в ту ночь на реке не было никого, кроме самого Джеймса. Не так ли? Филипп получил четкий от Ремиги и епископа Уолерана в качестве знака доброй воли и доверия в январе 1136 года. В тот день, когда прошли выборы нового приора Кингсбриджа. Вот так вот, ребята. Отлично. Итак, когда приедут высокопочтимые гости, какую тему ты выберешь для своей первой проповеди в качестве приора Кингсбриджа? Кингсбриджа. Вот так вот. Давайте, наверное, вот это возьмем. Я думаю, мне стоит поговорить о том, что... Прошу прощения, я не понимаю. Большинство твоих братьев согласятся со мной по этому вопросу. Ремигий говорил с ними, они проголосуют за тебя. Как и я. Я поддержу тебя в твоем служении. Своей роли помощника приора. Роль, которую ты превосходно выполнял в прошлом, Ремигий. Просто превосходно. Но епископ. Филипп из Гуинеда. Ты станешь новым приором Кингсбриджа. Даже никто не спросил его мнения. В смирении я стою перед вами, ощущая свою ничтожность перед лицом вашего доверия и придавленный сознанием величия задач, стоящих перед нами. Мы должны восстановить Кингсбридж, чтобы нести справедливость во славу Господа и во имя милости Его. Повсюду отчаявшиеся и утрачившие надежду услышат звон наших колоколов. Они увидят наш величественный собор. Наша церковь станет путеводным светом. Но самое главное, мы сами станем таковым светом благодаря нашим деяниям и вере. Для всех заблудших, болезненных и страждущих на их пути к Богу. Граф Шеринга отсутствует, как я погляжу. Да? Как жаль. Он занят подготовкой к оксаде Винчестера. Перси, я надеюсь, он не знает, что мы собираемся нарушить его планы. Ответь его предсвященству, муж мой. Нет, нет. Он ничего не подозревает. Совсем ничего. Мои люди готовы. Как и наш сын. Чудесно. Чудесно. Вот так вот, ребята, какой-то переворот грозит. Вот ты где. Что такое? У меня был отец. Да, отцы есть у всех. Что с ним случилось? Он умер до твоего рождения. Как же он мог быть моим отцом, если умер до моего рождения? Дети растут из семечка, а семечка выходит из писюна мужчины и оказывается в животе женщины. Там, в животике, семечка и вырастает в ребенка, а когда приходит время, он выходит наружу. Нет, это мы не будем брать. Возьмем вот это вот. Почему же ты мне никогда не рассказывала? Я имею в виду о моем отце. Я хотела, чтобы ты сначала подрос. Поверь, когда придет время, я все тебе расскажу. Обещаю. Как звали моего отца? Так же, как и тебя. Его звали Жак Шербур. Раз так же, как и меня, значит, я могу говорить людям, что мое имя Джек Джексон. Можешь. Люди не всегда зовут тебя так, как тебе хочется, но попробовать можешь. Что это? Джек, найди остальных, потом спрячьтесь и не выходите, пока я не позову. Ух ты. Вот оно что. Хамлей идет. Со своей свитой. Так. Вы стали приором Кинсбриджа. Уолеран выполнил вашу просьбу и его союзники Хамлей напали на Эрскасл. После того, как вы сообщили о воросте брата Марка, он был избит и сбежал. Ну что же, ребята, переходим к следующей главе. Глава пятая. Человек, объятый пламенем. Их там у реки как минимум 200 человек. Снова рыцари. В чьих они цветах? Это не рыцари, Филипп. Они говорят им нечем платить. Все в порядке, брат Пол. Я сказал им, что нужно заплатить. Кто у вас главный? Кто будет говорить от вашего имени? Никто не говорит от нашего имени, монах. Нас изгоняют повсюду. Они преступники. Мы не преступники. Мы пришли из Эрскасла. Они убили наших мужей. Мое дитя. Они убили мое дитя. Боже мой. Мы не сможем прокормить вас. Нам самим едва хватает. Мы дадим убежище. Мы дадим им убежище. Филипп, у нас не хватает места. Мы всем вам дадим убежище. Всем. Хотел бы я дать им больше. Больше? Мы и так отдали почти всю нашу еду. Что эти несчастные будут есть завтра? До того, как они сюда пришли, они кормили себя сами. У них была работа. Они смогут снова кормить себя. Они продолжают пребывать. Молва быстро разносится. Что нам теперь делать, Филипп? Отдайте мне весь оставшийся хлеб. Но... Вот он, Филипп. Больше хлеба нет. Помогите убраться в пустующих домах. И присмотрите за ранеными. Вы слышали, что сказал Приор, братья? Ух ты, елки-палки. У меня три буханочки, да? Дети без родителей. Дети совсем одни. Никто из них не плачет. Голодные женщины и дети. Разве мы это заслужили? Почему Бог оставил нас? Он не оставил вас. Но наши дети больны, а мужья убиты. Ты... Давайте так сделаем. Вот немного хлеба для ваших детей. Этого мало. У него есть еще хлеб. Я сама видела. Прошу вас. Наши дети умирают с голоду. Дайте нам хлеба для детей. Слушайте, я, наверное, не... Я дал вам все, что мог. Ага. Значит, они не берут. Тогда давайте мы еще детям, наверное, дадим. Должно быть, они видели ужасные вещи. Давайте детишкам дадим хлеба. Дети, возьмите и поешьте. Прошу вас, возьмите. Вам нужно поесть. Вот. Я здесь положу. Поешьте, когда проголодаетесь. Так, ладно. Кто еще здесь? Группа беженцев. Граф Бартоломью был хорошим человеком. Как они обесчестили его на глазах у его детей? Это неправильно. Он придет к нам на помощь. Нет, женщина. Они его повесят. За что? И раненые, в конце концов. Вот, наверное, раненым мы дадим хлеба. Это были люди Хамлея. Они не сумели женить своего испорченного сынка на нашей молодой леди. Если в мире есть справедливость, король их покарает. Ну, давайте им дадим хлеба. Так, а здесь еще беженцы-умельницы. Возьмите немного хлеба. Всего один ломать хлеба на всех? Уигли, нам просто плевали в лицо. А теперь ты жалуешься, когда этот монах жалься над нами. Но я... Спасибо, святой отец. Пожалуйста, дайте что-нибудь и нам. Почему это произошло? Почему они так сделали? Наши дети умрут на таком холоде. Папа, папа, проснись. Позвольте нам остаться. Мы можем работать. Записи Филиппа о беженцах. Записи Филиппа о беженцах в Кинсбридже, датированные январем 1136 года. Я сидел с беженцами, искавшими приюта в нашем монастыре. Они пили, смеялись, а потом рассказывали мне ужасающие истории. С политической точки зрения осада Эра Скасла была верным стратегическим ходом и укрепляла позиции короля Стефана. Но для этих мужчин, женщин и детей это была настоящая трагедия. Они рассказали мне о Уильяме и Хамлее и еще троих всадниках, возглавлявших войско рыцарей. Они топтали упавших, поджигали их дома и делали все, чтобы они кричали как можно громче. Несчастные бежали, не зная куда им поддаться, и без вещей взять с собой было просто нечего. Вот так вот, ребята. Простого рассказа об этом хватило для того, чтобы мурашки побежали по моей спине. Если бы мы не вмешались, ничего этого не произошло бы. Это насчет письма, по ходу дела, что я принес. Филипп, у нас заканчивается место. Вы сделали, как я сказал? Мы расчислили дома и зажгли очаги. Все дома уже заняты, а братья врачуют больных и увеченных. Есть еще немного места в гостевом доме и в дармитории. Завтра мы откроем собор. Нам нужно как можно больше места. Приор Филипп? Да? Я Том, мастер-строитель. Я хотел бы перестроить северо-западную башню. Боже правый, они выглядят еще хуже остальных, словно они несколько дней не ели. Их все больше и больше. Я работал в соборе Сейсбери. Мой последний наниматель, граф Шеринга, я правда хороший мастер. Если башня рухнет, весь снев может развалиться. Наймите меня, и я ее укреплю. Ох, даже не знаю. Давайте вот это возьмем. Разве вы не видите, как много тех, кто в нужде? Им всем нужна помощь, так же как и вам. У них есть ремесло в руках. Все они хотят работать. Этот ребенок, вырастите его. Мой брат нашел Джонатана в лесу и принес сюда. Бедный малыш замерз бы насмерть, если бы не великое милосердие Божие. Джонатан. Послушай, мне жаль, но я могу предложить тебе место только для ночлега. Я приму ваше предложение, хотя предпочтел бы заработать себе на место. Мы сюда не попрошайниче пришли. Значит, просить у Бога это попрошайничество? Это будет не попрошайничество, а молитва. Помнишь, что я тебе говорила о доброте монахов? Проси у Бога, это будет не попрошайничество, а молитва. О, я буду молиться. Буду молиться, чтобы молния ударила в церковь и сравняла ее с землей. Может быть, они отказали нам из-за меня? Почему Том не может отремонтировать их церковь? Потому что эти монахи будут до последнего цепляться за свои деньги. Они не видят, что она вот-вот рухнет. Если бы это произошло, мне на всю жизнь работы хватило бы. Но нет, они верят, что ее можно удержать в целости молитвой. Они знают тебя? Я жила здесь, недалеко, так что, может быть, и да. Может, тот монах передумает? Он казался добрым. Не передумает. Я по глазам вижу. Он человек упрямый. Можно мне тут оснореться? Да, но не забредай слишком далеко. И держись подальше от монахов. Я говорила, что с младенцем все будет в порядке. С каким младенцем? А, ну понятно, это разговор у них там. А мы с вами будем... ...здесь все обсматривать. Я не призрак, рыженький. Хотя я уже на пороге смерти. А если ты, я уложу тебя в землю. Такая у меня работа. Я сделаю хорошую могилу, тебе понравится. Но ты тоже должен для меня выкопать, когда придет мое время. Договорились? Это хорошо. Хорошо. Ты не должен бояться смерти. Смерть это не конец. Потом еще много чего будет. Вот в чем тайна. В этом-то и есть смысл. Понимаешь? Ты видишь? Ты видишь? Ты видишь? Так, ладно. Дорога. Большая дверь. Мама и Том. Ну, пойдемте попробуем в большую дверь зайти. Найти способ помочь Тому. Во как. Ага, дудки. Тут закрыто. Ну, может быть. Так, здесь нет ничего. Давайте в эту дверь попробуем уломануться. Ага, тоже ничего. Ну-ка, здесь. О, а, нет. Да. Ну, здравствуй. Эм, боюсь, у нас больше нет еды. Кто это там? Да, мальчонка, каменщика. Прости, я ничем не могу тебе помочь. Возвращайся завтра утром, ладно? Бедные несчастные души. Даже спать не могут. Как минимум, им не надо ухаживать за младенцем. Вот оно что. Ну что ж, тогда получается, нам надо идти дорога вокруг собора. Так, вот здесь у нас дом. Хм, закрыто. Это обычно приортом сидит у нас. Так, ладно, пойдемте к монаху подойдем. Что он нам скажет? Ты кто? А, должно быть, ты один из тех, кто сбежал из Эрскасла, да? Я из леса. Из леса? Я видел тебя. Ты должно быть беженец. Не ври нам. Мы монахи. Не врем никогда. Так, а что тут у нас за монахи стоят? Теплятся. Может, это был брат Марк рыбу воровал? Нет, после того, как его побили, он бы не вернулся. А что... Да, понятно, короче. Тут они что-то разговорились. Но в любом случае, нас это не касается. И нам надо с вами, наверное, возвращаться. Оу, я, по-моему, кое-что вижу. Так, дверь. И она, походу, открыта. На этот счет, я своего мнения не изменю. Мы поможем им. Всем до единого. Ремиги, ты правда хочешь оставить этих людей просто умирать? Мы должны удалиться от мира сего, Отец Приор. Все в видении Господа не в нашем. Мы поможем этим людям. Таков наш долг. Эй, ты что тут делаешь? Ремиги прав. Детям здесь не место. А ведь я его помню. Ну что еще такое, Ремиги? Эта женщина, она пришла со строителем. И? Она не из беженцев. О чем ты говоришь? Она преступница. Она была здесь раньше. Приор Джеймс предупреждал меня о ней. Она не из Эрскасла. Она из леса пришла. Но ее муж... Не думаю, что он ее законный муж. Юноша? Ты ведь сын строителя или нет? Как тебя зовут? Джек, Джексон. Сын Джека? Ладно, можешь идти. Он не сын строителя. Так я и знал. Он ее сын. От мужчины по имени Джек. Прелюбодеи. Вот они кто. Еще и брак поправили. Эту женщину нужно изгнать из Кинсбриджа. Я и не подозревал. Я подумаю над этим. Ну, а мы-то что будем делать, а? Куда идти-то нам? Так, это тропа, дверь внутрь. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь просто развалил этот собор. Чтобы можно было начать строить его с нуля. Для этого потребовалось бы чудо, а я совсем ничего о чудесах не знаю. Я так устала. Давай я спою тебе колыбельную, любимую колыбельную Джека. Попался жаворонок в сеть. Запел, как никогда. Как будто голос мог помочь. Ему свободу дать. Охотник жертву подобрал. Свободы ей не будет. Умрут и птицы, и ловец. А песня век прибудет. Так, ребята, мы с вами зашли в собор. Лестница вверх. Смотрите, у нас уже открыта здесь дверь. О, мы на чердаке. Ну и что мы здесь можем с вами обнаружить такое хорошее, а? Окно. Гнездо. С окошком все понятно. Ничего не происходит. Оно очень сухое. Я думал, он там что-то поднимает. Слушайте, оно очень сухое. Это неспроста. Это неспроста. Но мы здесь ничего больше сделать не можем. Может быть, здесь где-то можно побродить? Абсолютно ничего нету. Только лишь спуститься обратно. Ну что ж, давайте спустимся. У меня есть одна, ребята, идея, кажется. Сейчас мы ее проверим. Чаша. Ага, подобрали. А свечку он возьмет? Ха! Свеча. Ну что же, вы, надеюсь, поняли, да? Что я хочу сейчас сделать? Давайте-ка посмотрим, что у нас тут внизу. Открыто, закрыто. Ага, закрыто. Как жаль. Не двигается. Так, выйти из скрипты. Ну что же, теперь пойдемте с вами наверх. Где наше гнездышко там лежит? Очень сухое. Слишком много камня. Будет плохо гореть. Вот так вот. Сделать ради мамы. Нет, ради мамы все-таки мы будем делать. Если им нужно будет построить новый собор, то он получит работу. Тогда мы сможем остаться. Как и хотела мама. Ух, ядрена вошь. Давай-ка, парнишка, отсюда осматываться. Пока нас тут никто не заметил. Угу. Выбраться. Ну что же. Так, я уже забыл, как мы сюда пришли-то. Через эту дверь, нет? Здорово. Что? Замечательно просто. Так, мы уже задыхаемся. Так, тут еще должна быть одна дверь. Как вы помните справа. Ну-ка. Замечательно. И здесь закрыто. Ух ты. Пламя-то какое. Сколько дыма. Да тут уже полкрыши рухнуло. Я еле дышу. Слушайте, может быть в крипте спрятаться можно там. Я не знаю. Ага. Здесь закрыты ворота. Мы сюда, наверное, не пройдем. Совсем не поддается. Черт подери. А что тогда делать? Мне нужен воздух. Джек, я понимаю прекрасно. Воздух. Воздух. Блин. Может быть наверху будет чем дышать? Ну там было окно, в принципе. Но если крыша рухнула. Ладно, давайте глянем все-таки. Что он там имеет ввиду? Опачки. А это еще кто такой? Ха. Вышел из крипты. Видели? Где-то впереди дует ветерок. Дует ветерок, Джек. Но как мы тут пойдем с тобой, я ума не приложу. Черт. Ёлки-палки. Слезть вниз? Это что еще такое? Ты, я тебя знаю. На каком языке он говорит? Это ты, клянусь богом и дьяволом. Кто это такой? Они отправили тебя обратно, чтобы наказать меня. Я говорил им, мы должны покаяться за то, что мы сделали с тобой. С ними, со всеми. За мои грехи я буду вернут в гиену огненную. Опачки, и провалился. А кто это такой был-то? Я и не понял. Так, мы Фрэнсис упоминать не будем. Мой дорогой брат. Всего лишь два дня прошло с тех пор, как ты покинул наш монастырь. За эти два дня многое произошло. Множество отчаявшихся мужчин, женщин и детей нашли здесь приют. Кто такой Фрэнсис? Я не помню. Кто такой Фрэнсис-то? Ёлки-палки. Граф Ширинга арестован. Его замок заняли союзники моего епископа. Люди, которых мы приютили, были вынуждены уйти из того замка. Фрэнсис, я знаю, что ты ни в чем не виноват, но я ничего не могу поделать с собой и чувствую ответственность за их судьбу. Мужчина с женщиной пришли искать убежище у нас в монастыре. Ремиги говорит, что эта женщина-ведьма. Но даже если и нет, похоже, они живут во грехе. Так, оставим. Ремиги сказал, что их надо изгнать за их богопротивный поступок, но я решил иначе. Они смогут принести свои клятвы, как только у них появится возможность. Давайте, наверное, заканчивать письмецо. Не будем мы о младенце ничего писать, потому что я не помню, кто такой Фрэнсис. Молю Бога, чтобы это письмо застало тебя в добром здравии. Что же касается моего собственного, прошу тебя больше никогда не говорить о наших родителях. Не нужно врушить эти вещи. Я обрел душевный покой и больше и слышать не хочу об этом. Я слышал от тебя, что только трое из всех соратников графа Роберта умеют читать. И один из них мой брат. Твой брат, Филипп. Ну что же, отлично. Фрэнсис, это же, по-моему, имя моего брата, да? Или нет? Не помню, блин. Так, ну что, давайте выходить. Нет, 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 выбирайтесь оттуда. Что? Что случилось? Боже, Боже мой, спасайтесь. Святой, мы должны спасти святого. О, Боже. Бог мой, не ходите туда. Адольф, святой, мы должны спасти его. Нет, нет, не ходите. Вот так вот, ребята. О, вот это да, вообще полностью собор рухнул. Замечательно. Последствия. Пока монахи и беженцы наводили порядок, я прятался. Я не думал, что такое величественное настроение может полностью обрушиться. Что невежественный мальчишка вроде меня сможет так легко превратить его в груду камней. Тогда я знал, что сделал что-то плохое. И что никто не должен узнать об этом. Приор Филипп, я расчистил площадку, теперь там должно быть безопасно. Молодец, спасибо, мастер-строитель. Вот и конец этой долгой-долгой ночи. Многие уже ушли. Они просили меня поблагодарить вас за вашу доброту. Они должны благодарить Бога за его милосердие. Никто не пострадал, никто не погиб. 45 монахов и 11 новийцев. Все отозвались, все на месте. Все-все. Милли и Катберт тоже спасли нашего святого из крипты. Вы знаете, от чего это произошло? Кто-то поджег крышу. Вы кого-то подозреваете? Нет, церковь была пуста, когда мы запирали двери. Никто не пострадал, книги в сохранности, даже кости вашего святого в целости. Может быть, это случилось не просто так? Что ты имеешь в виду? Сейчас. Позвольте вам кое-что показать. Скажите, что вы видите? Я вижу рассвет. Верно. Приор, я глубоко сожалею о том, что случилось с вашей церковью. Но вы должны быть сильным. И глазеть на рассвет? Нет. Вы видите рассвет, потому что смотрите на восток. Прямо на восток, как церковь. Теперь я знаю, что у вас нет денег, и что вы считаете, что важнее помогать людям. Но мы могли бы начать прямо здесь, взять камни, которые есть тут, и начать строить. Так на что же я смотрю, дом-строитель? Здесь будет стоять ваш новый собор. Я вижу. Теперь вижу. Вы были за то, чтобы принять беженцев. Вы согласились похоронить Арнольда после его смерти. Вы выдали настоящее имя отца, и монахи узнали, что Том и Эллен не женаты. Хотя Филипп узнал правду о матери Джека, ей позволили остаться в Кингсбидже. Вы сожгли собор ради Эллен. Вы вдохновили Филиппа на то, чтобы отстроить Кингсбиджский собор заново. Вот такие ребята у нас произошли события в пятой главе, и мы переходим к следующей. Очень-очень интересная история. Винчестер. Прямо меня так заинтриговывает это все. Несколько недель спустя я получил приглашение от епископа Уолерана. В Винчестере мы с союзниками Уолерана должны были встретиться с самим королем Стефаном. Епископ, казалось, был уверен в том, что раз мы помогли королю, Стефан в ответ поддержит нас. И что с его помощью мы сможем перестроить Кингсбиджский собор. Винчестерский двор. Перси Хамлей. Доброе утро, епископ Уолеран. Али. Это они, вон там, это Хамлей. Еще раз благодарю тебя за помощь в Кингсбидже, сын мой. Это мы должны вас благодарить. Без вашей помощи нас бы здесь и сейчас не было, ведь так безусловно. Незачем здесь стоять, пойдем со мной. Только очень тихо, они не должны нас увидеть. Оу, дети, простите меня. Кстати, там была принцесса. Теперь лишь одного здесь не хватает. А, вот и он. Доброе утро, епископ Генри, это мой приор. Филипп из Гуинеда, приор Кингсбиджа, ваше пресвященство. Вам не придется сегодня много говорить, Филипп. Говорить будем мы. Нет, говорить буду я. В конце концов, Стефан мой брат. Давайте потрогаемся, мой брат привык рано вставать. Глава шестая. Хамлей. Стефан, король Англии, замок Винчестер. Надо поторопиться. Я хочу поохотиться в новом лесу. В Англии полно дичи. Никакого сравнения с Нормандией. Страна еще совершенно дикая. Это Уолерон Бегот, епископ Кингсбриджский. Уолерон, я вас помню, мы уже встречались. И Перси Хамлей, ваше величество. Он разобрался с Бартоломью, и это уже не первый раз, когда он мне помог. В нем течет кровь норманов, мы должны как-нибудь поохотиться вместе. Буду счастлив, Сир. Бартоломью, с другой стороны, живым тюрьму не покинет. Перси Хамлей сделал это не сам по себе, милорд. Это я рассказал ему о заговоре против вас. И теперь вы пришли, чтобы и вас наградили. Понятно. Брат мой, собор в Кингсбридже сгорел дотла. Уолерон просит о награде не для себя. Он просит ради нашей церкви. Я так понимаю, у вашей церкви нет средств на восстановление этого собора, Генри. У короны тоже. У меня, точнее, у епископа Уолерона есть идея. Вы могли бы отдать земли графа Шеринга епископу Кингсбриджскому, а доходы с них пошли бы на восстановление собора. Мне нравится эта идея. Но именно Перси и его люди взяли Эрскасл, а вовсе не епископ Уолерон. Ведь так, Перси? Да, ваше величество. Он хорошо знает Шеринг и будет верен мне. Ведь правда? Конечно, ваше величество. Сначала ты должен поблагодарить Бога. Это Бог сделал тебя королем. Не продолжай, Генри. Не продолжай. Ты знаешь, что произойдет, если ты будешь настаивать. Я долго шел к этому трону. Очень долго. Да, брат мой. А теперь я поеду на охоту. Благодарю, ваше величество, за готовность пересмотреть будущее градства Шеринг. Когда мы услышим твое решение? Завтра. Принесите мне лук и скажите, что мы отправляемся на охоту. Филипп, нам с Уолероном нужно многое обсудить. Хорошо. Но чем я смогу помочь? Мой брат просил меня добыть признание у этого предателя Бартоломью. Его признание помогло бы заткнуть рты тем, кто считает, что арест Бартоломью был несправедливым. И к тому же оно могло бы помочь нам убедить моего брата забыть об этом своем обещании Персии Хамлей. И епископ Генри считает, что признание Бартоломью может нам помочь. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорого!